Товарищ президент представляется на должности руководителей местных органов власти и из одной из крупнейших организаций следующие кандидаты. Кулак Виталий Владимирович на вакантную должность председателя Каменецкого районного исполнительного комитета. Кравчук Вадим Васильевич представляется на должность председателя Жабенковского районного исполнительного комитета. Михеенко Александра Николаевна представляется на вакантную должность председателя Костюковичского районного исполнительного комитета. Семенович Евгений Олегович представляется на вакантную должность главы администрации Первомайского района города Витебск. Андрейченко Владислав Владимирович представляется на должность генерального директора совместного общества с ограниченной ответственностью мобильной телесистемы. Товарищ президент, проверка и изучение всех кандидатов проведены, в том числе изучены материалы, поступившие из области полкомов и с выездом на место. Общательств, препятствующих назначений, не имеется. Все кандидаты готовы к решению поставленных задач. Председателям райисполкомов и сотрудникам вертикали власти придется, конечно, нелегко. Впереди у нас референдум. Нам придется проводить его, убеждать людей. Хотя напрягаться мы особо не будем. Мы просто людям расскажем, какие перемены нас ждут в связи с изменением Конституции. Чтобы нас не упрекнули, что мы тут удерживаем дико власть посиневшими руками, как я часто говорю. И вот под себя делаем эту Конституцию. Никто под себя ничего делать не собирается. Как и обещали, так проведем референдум. Но организовать референдум – это наша задача. Всех присутствующих за этим столом. У каждого свои будут функции, но цель будет одна. Непростой был этот год для сельчан. Все председатели райисполкомов будут заняты сельским хозяйством. Сейчас надо не прозевать. Вы видите, что осень нам подкинула немало проблем. Особенно вот эти дожди в прошлой неделе. И это будет дождливой. Выйти из этого нужно будет кукуруза. За счет нее мы должны добрать зерно, которое нам нужно. Но особо не надо молиться на зерно. Если есть возможности, вы видите, необходимо иметь силос из кукурузы. Значит, надо заготавливать и силос. Просто надо на месте разобраться, что каждому хозяйству надо. Но главное, чтобы был порядок и дисциплина. Ничего нельзя потерять. Все, что выращено, надо собрать. Что касается госзаказа, тут проблем нет не по одной из культур. Практически госзаказ выполнен. Так что государство и люди будут обеспечены зерном в нужных количествах. Ну и работа с людьми. Если мы хотим поддержки со стороны населения, со стороны народа белорусского, то надо работать с народом.